Валентина Алексеева Валентина Алексеева Влияние разных СМИ, телесериалов и так далее, конечно, оно безусловно есть, но я всё-таки считаю искренне, что оно ситуативное, то есть оно есть только в моменте. И сложность, самая главная, большая сложность в том, что эти сериалы поднимают и усиливают или стимулируют так называемую эмоциональную часть в нашем мозге. Как воображение такое, да? Да, то есть у нас поднимаются те или иные эмоции, когда мы глядим на эти сериалы и у наших детей, подрастающего поколения, те или иные эмоции, и на фоне этого, к сожалению, отключается кора больших полушарий. Кора больших полушарий, она отвечает за сознание, память, внимание, интеллект, мышление, в том числе и за прогностическое мышление. То есть тогда, когда человек понимает, что если я сделаю А, у меня будет последствия Б, да, то есть когда всё-таки относительно кора головного мозга критически работает, человек будет понимать, что он делает и какие будут у него последствия. А если эмоциональная часть, она вот заряженная, она как-то вот возбуждённая, да, часть, то, к сожалению, мышление не будет работать. То есть это очень, ну, и память, и внимание, да, когда вот человек, ну, даже люди говорят, я сделала это на эмоциях, например. О чём это говорит? Что, к сожалению, человек в этот момент был без царя в голове. Вот так вот. Ситуация без царя в голове, это да. Да. И, кстати, без царя в голове может даже жизнь сломать, да? Ну, слушайте, ну, примеров этому масса. Когда у человека, когда он без царя в голове, то, ну, случаются разные трагедии те или иные, да. И мы, например, абсолютно все специалисты, там, я как психотерапевт, вы, да, как радиоведущая, мы же все занимаемся профилактикой. Наша задача какая? Во-первых, мы можем доносить до подрастающего поколения всё-таки последствия. И если ребёнок психологически развивается без отставания, по возрастным нормам, то где-то после 12 лет он примерно может понимать, какие у него будут последствия. Другое дело, что одновременно же, если он очень сильно эмоционально заряжен в том или ином ключе, то тогда нам будет сложно донести до него именно такую логическую и практическую социальную составляющую. Понимаете, будет сложно, потому что кора не будет работать. А когда ребёнок эмоционально изменён? Когда? Когда у него, например, много обид. Или тогда, когда, например, он не держит аффект. Люди говорят такое понятие, не держит аффект. Ну, вообще не зрелость эмоций, да, это на самом деле не бич, ну, то есть, как сказать, не проблема, не патология только подросткового возраста. Абсолютно все люди в нашем обществе в той или иной степени эмоционально незрелые. И это очень грустно, с одной стороны. Очень. Да, с одной стороны очень грустно, а с другой стороны для нас, для специалистов, это непочатый край работы. То есть меня, допустим, как это специалиста, с одной стороны радует, что мы можем работать над улучшением качества жизни. Почему бы и нет? Потому что когда человек относительно эмоционально зрел, у него нет таких вот сильных зарядов, допустим, во что попадают люди, то он будет более свободен от влияния этих сериалов. Какое влияние? Ну, например, если у тебя много обид, ну, вдруг, любое слово, любое слово, допустим, эй, ты там, чушпан, да, например, да, любое слово, оно, допустим, человек, у которого и так есть заряды эмоциональные, оно будет вызывать у него сразу реакцию гнева, да, допустим, или злости, что ты меня там назвал там кем-то, кем-то, да, и, допустим, может завязаться драка, не дай бог. А если у человека эмоциональных зарядов нету, ну, ты можешь сказать ему, ну, там, ты такой-сякой, скажешь, ну, да, ну и ладно. Ну, чушпан, так чушпан. Ну, и ладно, да, потому что есть даже такая пословица, назови хоть горшком, только в печку не ставь. Вот, то есть человек эмоционально не заряжен, и его это, в принципе, может не задевать. Вот даже, как говорят, если тебя это цепляет, значит, из тебя что-то торчит. Вот, а чего торчит? Вот чего торчит, это надо разбирать, ну, вот на каких-то там занятиях. Ну, вот и в этом моменте прямо, ага, Валентина, хочется углубиться. Давайте. Углубляемся, значит, в ситуацию такую, что если вдруг, к примеру, да, к примеру, там, у родителей ребёнок вот такую вот, ну, такую реакцию, да, в себе проявляет, что агрессия проявляется. Вот, а как нам защитить-то их от этого? Чтоб, ну, назвали чушь потом, там, ну, ладно, хорошо, как в сериале. Да, да, да. Или там горшок, ну, главное, туда, да, и залезать. Как нам их защитить от этого? Если вы родители, как родители, вы видите, что у ребёнка, потому что это будет проявляться не только вот, когда его тогда назовут, но и раньше, это тоже будет. Это живота. Да, то есть вы будете понимать, даже некоторые родители говорят, да, у меня ребёнок обидчивый, или, например, да, у меня ребёнок такой, ну, возбудимый, например, или да, у меня ребёнок, ну, например, плакса, да, или да, у меня ребёнок, там, какой-то, например, склонный ко лжи, например. Ну, что-то родитель о своём ребёнке всё равно знает, если, да. Ну, вот, то, что он плакса, то, что он такой вот обидчивый, это же тоже же от родителей же всё, да? Нет, ну, это понятно, что дело там, да, допустим, как мы говорим, у нас любят обвинять, что родители плохие, вот вы такие плохие, воспитали, поэтому вот так вот. А родители-то тоже, как бы, так же и примерно и воспитанные, да, ну, а что делать, да? Что мы можем делать, как родители? Мы можем заниматься собой. Допустим, это же вот, как называется, паттерн, да, модное слово, паттерн поведения, то есть то, как мы ведём себя, то есть мы передаём свои какие-то привычки из поколения в поколение. Даже некоторые родители так говорят, что я в своих, допустим, словах, когда я ругаю своих детей, я в своих словах слышу свою маму, ну, например, или папу своего. Есть такое видео. Да, 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 что я слышу. И это получается, что мы берём, это называется горячая картошка, и вот меня ругали примерно такими же словами, там, обижали, унижали, и точно так же я эту же горячую картошку передаю своим детям. Просто беру и передаю теми же самыми словами. То есть, опять же, вот, да, проблема-то не в детях, проблема в нас, и в итоге вот эта вот горячая картошка, она из поколения в поколение вот так вот и перекидывается, и перекидывается. Значит, вот сейчас нам нужно в какой-то момент, да, там, взять себя в руки и начать по-другому себя вести, что, опять же, да, эмоционально у нас здоровые дети, такие, уже чтобы они даже, когда повзрослели, были эмоционально здоровые и не реагировали на эти горшки и на всё остальное. Да, да, слушайте, очень хотелось бы, чтобы так было, но, к сожалению, одна из теорий звучит о том, что вот без, ну, так называемых психотравм, да, не формируется психика. Психика всё равно так или иначе формируется под влиянием психотравм. И это очень большая утопия, когда вроде как родители думают, что они там будут идеальными или там, не знаю, добрыми, никогда не будут ругать там ещё чего-то, будут всегда там подкладывать соломинки, не знаю, ещё что-то, там, помогать, заботиться о детях. И это тоже может привести к травматизации, к сожалению. Понимаете? И я сейчас это словила, не зная, что она так зависла, да, и задумывалась. Что делать? Что делать? Да. Да. Ну, вот опять же, вот это вот... Кто виноват, мы знаем. А что это, горячая картошка? Да. Кто виноват, мы уже знаем. Виноваты мы, да? Да, виноваты. Да. А что делать? А что делать? Делать нечто или что. Ну, в общем, что мы можем делать? Мы можем максимально заниматься собой. Заниматься собой своими реакциями, своим поведением, своим мышлением, своими особенностями, своими ситуациями жизненными, которые нас не устраивают. Особенно теми ситуациями, которые повторяются. Вот бывает же, вот, да, первый муж бил по морде, второй муж бил по морде, третий тоже бьёт, может, дело не в мужьях, да, всё-таки, а в морде. Ну, такой не очень хороший анекдот. Да, ну вот, и получается, что всё-таки задуматься о себе, и когда мы начинаем задумываться о себе и решаем для себя, что же я могу делать для того, чтобы я жил по-другому, более качественно, может быть, более светло. Ну, мне кажется, человек сам вообще вот так вот сидя, допустим, ну, как мне качественно, допустим, да, если человек задумался, окей, хорошо, ну, так вот, мне как качественно. Ну, человек сам себе не поможет. Мне почему-то так кажется, потому что... или поможет. Но, вы знаете, иногда так бывает, что вот человек, пройдя огонь, воду и медные трубы, делает какие-то очень серьёзные выводы для себя, да? Ну, бывает такое в жизни. Не дай бог там посидел в тюрьме, вышел и, допустим, был возбудимым, за каждое слово цеплялся, дрался там, да, допустим, додрался до того, что, например, не дай бог там кого-то покалечил, попал в тюрьму, и из тюрьмы вышел уже другим человеком, для себя решил, я не хочу быть возбудимым. Ну, и что, что мой папа себя так вёл? Это же не является для меня примером. Я буду для себя решать, как мне вести себя так, чтобы мне было хорошо, в моей семье было рядом со мной хорошо, чтобы было мне выгодно и удобно. Вот задача, когда мы развиваем внутреннюю взрослую часть, внутренняя взрослая часть, она является аналитической. И она может абсолютно все ситуации, ну, как бы немножко так отстранённо, так издалека посреди сказать, слушайте, ну, вот так вот я себя вести, ну, совсем не хочу, мне не подходит. Ну, например, там некоторые люди боятся говорить нет, и на них, например, ездят все вокруг. Он говорит, слушайте, я не хочу, я не хочу бояться говорить нет, я хочу говорить нет, в том числе и значимым каким-то авторитетным людям. Я буду говорить им нет, ну, да, там будут конфликты, но я готов нести ответственность за это решение и принимать последствия, и разбираться с последствиями. Это и называется, наверное, зрелость, да? Да, это, ну, зрелость, взрослость. Потому что у каждого нашего действия, у нашего решения какого-то есть последствия. Даже если я всегда говорю «да», то, к сожалению, это тоже приводит к последствиям, которые меня не устраивают. Может быть, я там для каких-то людей буду хорошим, прекрасным, ну, для самого себя или там для моей семьи я, может быть, буду и не очень. Когда, например, я всегда говорю «да». Но тем, кто, допустим, не может прийти к своему вот этому вот золотому, наверное, к золотой середине, когда нужно что-то менять в своей жизни, нужно что-то как-то в себе что-то менять, в первую очередь в себе что-то менять, да? И, ну, дай бог, там в тюрьме не посидели, ничего, да, там 7 лет не дали вот этих вот наипрекраснейших за решеткой, чтобы я там сидела и думала, дай бог. Идут к психологу, к специалисту. Ну, это вообще сейчас распространённая практика. Хотя официальные данные, они очень страшные, да, я вот где-то читала официальные данные РИА Новости о том, что 1% россиян только получают психологическую помощь. Представляете, 1%. А остальные 99%. К сожалению, не есть. А почему? Не получают, но как, почему? Пока что это ещё, ну, как-то культурально не внедрилось, я бы сказала, да? Это же только начинается, потому что в развитых странах всё-таки это вот даже входит в систему ОМС. По полюсу можно получать психологическую помощь, да? Ты оплачиваешь и приходишь к специалисту, пожалуйста. У нас, во-первых, пока что нет культуры, это не сформировалось, но идут тенденции, что-то меняется. По крайней мере, среди детей и подростков, потому что я помню, в наше время, если ты идёшь к психологу, то ты-псих. Да. Да, то ты сразу псих. А вот теперь, знаете, вот это вот очень, знаете, показательно, например, если мы сравним с брекетами. Я помню, что раньше с детьми, у которых стоят пластинки или брекеты, над ними смеялись, называли их зубастиками или ещё что-то, да? И когда я своему сыну поставила брекеты, я как-то внутри переживала, думаю, ну, мало ли, детки засмеют или что-то такое. И он пошёл в школу, потом он вернулся, я говорю, ну, как, говорю, ну, там, на тебя смотрели, говорю, ну, нормально всё прошло. Он говорит, нет, мама, я крутой. Я говорю, а почему ты крутой-то? Я говорю, что такое? Оказывается, у них, вот те, кто ставят брекеты, это значит, что у родителей есть 100 тысяч. Ну, брекеты где-то 100 тысяч стоят, может, больше. Больше. Значит, да, ну да, ну где-то так. Если ты поставил брекеты, значит, ты крутой. У твоих родителей есть 100 тысяч на эти брекеты. То есть, понимаете, это уже показатель какого-то достатка, оказывается, для детей. Вот. Мы можем говорить долго и много, да? Да, 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 вот. Моя дочь, она тоже подросток, она учится в старших классах школы. Она, когда говорит детям о том, что, спрашивайте, кем там твоя мама работает, она говорит, что моя мама психотерапевт, а они все говорят, о-о-о-о, наверное, она хорошо зарабатывает. Вот так говорят. Да, ну, то есть, это уже есть какой-то престиж профессии. Это очень радует, что всё-таки тот, кто... А может быть, вы даже, значит, слышали, Нана, что есть такие популярные разные блогеры. Да, ну, разные те или иные. И я очень часто слышу у каких-то вот таких, даже у кумиров молодёжи, проскакивают слова. Мой терапевт сказал, мой психолог мне сказал. То есть, это значит, что вот эти кумиры молодёжи, они всё-таки посещают психолога. Для меня это очень просто радостно. Ну, это, конечно, это радостно, потому что, соответственно, они же, вот это вот поколение, они доработают свои какие-то проблемы внутренние, переживания, комплексы. Это всё они, извиняюсь за выражение, да, вот загасят в каком-то периоде, и они уже не пойдут с ним. А вот такие, как мы, вот это вот наше поколение. Слушайте, но мы там... Нет, для меня пойти к психологу, допустим, легко. Потому что психолог и выслушает, и поможет, и поддержит, и на путь истины, да. Направит. А вот у многих, да, какой-то комплекс вот этот вот есть, идти там к психологу. Ну, я же не псих. Знаете, я веду балентовскую группу для врачей по профилактике эмоционального выбирания. Начинали мы с врачей-психиатров, и потом мы решили, что, ну, просто в психиатрической больнице начался карантин по ковиду. И поэтому мы решили, что вот врачи, которые хотят и чувствуют там, да, ну, тяжёлая работа, и чувствуют, что им нужна какая-то разгрузка, они могут приходить к нам на балентовскую группу. Вот, представляете? И, ну, да, пришли врачи, мы работаем, но я написала там разным своим друзьям, однокурсникам, с кем как-то работала, там, они другим своим коллегам как-то пересылали. И я получила от врачей странную обратную связь. От врачей. Образованные люди, цвет нации, по идее, да, врачи. Они говорят, я сама себе психолог, говорит врач. А они говорят, да что, я слабак, что ли, ещё каким-то психологом идти. Вот, представляете, вот такие я получила ответы. Да я сама вполне справляюсь, говорят врачи. И я понимаю, что это очень низкий уровень культуры и очень низкий уровень образованности и осведомлённости, к сожалению. Очень низкий уровень. Это говорит о том, что, к сожалению, подходить к своим каким-то эмоциональным сложностям врачам сложно. Почему? Потому что высокий уровень внутренней травматизации. Когда у человека высокий уровень травматизации, ему очень сложно идти в терапию. То есть они привыкли в каком-то таком немножко в состоянии биоробота находиться, когда вот по накатанной, по колее туда-сюда гоняешь, и вроде бы как ничего. Наши обычные трудовые будни. Да-да-да-да. А напряжения там, к сожалению, просто колоссальное количество. И люди даже об этом, наверное, не подозревают. Да, это не выходит на уровень осознавания. Не выходит, потому что когда говоришь, ну, блин, ну, если вот так, да, один пример у меня есть, что человек работает врачом, и вроде бы работает, а выходные проводит в пьяном угаре, к сожалению. Вот. Ну, пятница-суббота, воскресенье отлёживается. Это так они стресс снимают? Якобы, якобы, да. В понедельник человек идёт на работу. Но, конечно, все свои функции выполняет, претензий ни у кого нет. Но за счёт чего? За счёт своих внутренних ресурсов. Это, ну, не говорит о качестве жизни. Понимаете? Пятницу-субботу человек проводит в пьяном угаре, а воскресенье, ну, там, просто лежит. Да, да, к сожалению. Вот, и это очень грустно. И поэтому, а что там в основе-то лежит, в основе? Я всегда говорю, очень много гноя. Человек много раз поранился, и раны-то его незажившие просто гниют. Вот, это очень грустная история. Да. И вот, представляете, наверное, вот, когда он пятницу-субботу-воскресенье вот так себя ведёт, он, наверное, в понедельник уже просыпается, и вот, как думает, когда же пятница? Может быть, может, поэтому так много мемов. Ура, пятница! Кто знает. Конечно, очень грустно, но мы сейчас отойдём на 20... на 4 минуты на рекламу, а потом ещё поговорим. А, классно. Продолжим. Хорошо. Поговорим о том, что будет интересно нашим радиослушателям, телезрителям по принципу «нет, да убаюкивание». А, давайте. Класс, 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 класс. Мы вернулись и продолжим беседу с нашей гостьей Валентиной Алексеевой. Валентин Алексеев у нас по своей профессии психотерапевт. И буквально в первой части мы поговорили о многом интересном, и сейчас мы продолжим нашу беседу. И я хотела бы остановиться на вашей практике до убаюкивания. Вот что это, с чем это едят, как её воспринимают сейчас вот наши люди? Добаюкивание — это уникальная практика, на самом деле. Она делает то, что вообще, наверное, никакая терапия не может сделать. И добаюкивание, я думаю, вообще нужно всем, особенно у нас. Потому что я так понимаю, что у нас в Якутии культурально было много веков принято. Потому что у нас была очень высокая младенческая смертность и материнская, к сожалению. И было принято культурально не привязываться к младенцу, к сожалению. Это вот прямо есть в культуре у нас. У нас нету колыбельных. Я вот нашла колыбельную только 2018 года, которую поёт группа Айрхан. А каких-то старинных колыбельных я, к сожалению, не нашла. Может, плохо искала. Потом у нас нету потешек. Вообще в культуре, в языке, к сожалению, нету. У нас есть такое, что атактатаркуаган. Что вообще нельзя ребёнка нежить и баловать. Если ты нежишь и балуешь ребёнка, то, к сожалению, ты воспитаешь, не пойми, какое чудо-юдо. И у нас в культуре есть такое, что ребёнку, оказывается, до определённого возраста, до трёх лет, иногда там даже позже, даже не давали имя. Потому что считалось, что таким образом они оберегают этого ребёнка. Называли, допустим, это, чтобы злые духи пришли и подумали, что это щенок, и забрали этого ребёнка. А не настоящего их ребёнка. То есть это было такое обережное, с одной стороны. А с другой стороны, что это формирует в нас? Это травма отвержения. Очень глубокая, такая, я бы сказала, шизоидная травма отвержения. Тогда, когда ребёнок, психика ребёнка, она развивается через отражение. То есть когда с ним разговаривают, когда ему говорят, «Ах, ты моё солнышко, да я тебя так люблю, да я тебя так ждала». Там прикладывают его к груди, там целуют его, гладят, обнимают, да, носят на руках. А тут, представляете, полное отвержение, не привязываясь к ребёнку, у матери такая установка в голове, что он, может быть, всё равно умрёт. А если выживет, то тогда, может быть, я и буду тебя видеть и замечать. А до этого лежи и выживай. Ну, хорошо там накормят, да, слава богу. Вот. И вот такая высокая, большая травма отвержения, мы, к сожалению, несём её всем народам. И я считаю своей такой, ну, так громко звучит, да, но миссией. У меня есть большое желание добаюкать вообще сахалары полностью, чтобы мы все были добаюканы. Причём у нас это испокон веков, это такая, ну, такая культура, в общем, да, быть холодной матерью. Культура холодных матерей, к сожалению. И это не специально, может быть, внутри... На самом деле, я так понимаю, да, что мы внутри очень любящие, просто, ну, не знаю, додрожа, наверное, да. Если, допустим, скажут, там, например, моей матери, да, давай мы тебе руку отрубим, но за это там твоя дочь будет жить. Мама даже не подумает, скажет, да, всё, режьте, режьте, отрубайте, пожалуйста, да. Вот. Но показать это, словами сделать, у нас нету этого культуры. То есть это вот этого навыка, этого скилла, как сейчас модно говорить, у нас просто его нет. Я рада, что сейчас современные матери, они немножко другие. За счёт того, что я так подозреваю, что всё-таки в 90-х, наверное, 2000-х годах у нас появилась возможность путешествовать у очень многих. И те, допустим, дети... Ну и, конечно, влияние, опять-таки, телевидение, да. Вот. Вот. Появилась возможность, и мы стали видеть, как живут другие люди. Мы видим, как живут другие люди, другие народы, например. И мы понимаем, что можно по-другому. И вот дети, которые, допустим, имели возможность путешествовать или ездить в языковые лагеря или ещё как-то, да, то есть они как-то развивались немножко по-другому, под влиянием другой культуры, не только нашей обособленной, да, то, в принципе, они могут быть и другими родителями. Я сейчас вижу, допустим, что матери носят детей на руках, кормят их там по требованию, целуют, ну и так далее. Очень много нежности проявляют. Тактильная любовь. Да, тактильности очень много. Что не скажешь, например, о нашем поколении, рождённом в советском роддоме. Первые три дня матерям не давали детей, к сожалению. И чего мы там себе надумали, когда три дня лежали отверженные без мамы, я не знаю. Но это вот проявляется, да, допустим, если мы возьмём поколение наших мальчиков, ну вот, моих-то одноклассников, там, однокурсников, то вот, к сожалению, влияние для них было, наверное, ещё более негативным, чем, например, ну на меня, да, потому что большая часть из них спились, к сожалению. Какая-то часть попала в тюрьму. И я помню, что в детстве вот такое было, что как будто бы к мальчикам надо было относиться жёстко. Что если мальчика там как-то нежить и ласкать, то он вырастет, ну не мальчиком, не мужчиной, якобы. Что надо с детства быть к нему прям строгим, там, не знаю, разговаривать с ним сквозь зубы, там, кричать на него, что-то ещё требовать от него. В жёстких условиях. Да, 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 да. Это не есть. К сожалению, это не формирует мужественность. Это просто ломает психику человеку. К сожалению, так. Потому что до какого-то момента психика, она очень мягкая и очень пластичная. Я думаю, что, может быть, когда ребёнок более-менее окреп, наверное, с него как-то можно требовать чего-то. А до, так пока маленький-то, зачем? Ну вот. Пришли к грустной теме. Что ж такое-то? Знаем. Грустная. А вот эта вот система доубаюкивания, она помогает? Она помогает человеку получить заряд любви и знаний именно на уровне тела. Тогда, когда тело точно знает, что я любим, я нужен, я хороший. Понимаете? Я достойный. Вот человек этот там внутри, на уровне тела, знает беззаговорочно, без каких-либо но. Это вот как любовь, да? Да. Я не чувствуешь. Я просто знаю, что я такой. И никто. И даже вот если мне 150 раз скажут, что я чушпан, а я знаю про себя, что я очень внутри классная. Ну вообще я классная. Я это точно знаю про себя. Вы мне сколько-то 150 тысяч раз скажите. Я не знаю. Я это знаю. И всё это внутри меня будет держать. Это как, знаете, основа, как каркас какой-то внутренний. Это уже ничто не сломает. Я внутри знаю правду про себя. Потому что вот что такое самооценка? Да, люди говорят, ой, у меня там высокая самооценка, ой, у меня низкая самооценка. Да, почему-то когда так начинают говорить, я начинаю сомневаться. Да, да, да. Про самооценку. Дело в том, что самооценка, это я всегда называю, это чёрный гипноз. Потому что самооценка, это то наше представление о себе, которое в нас вложили примерно в возрасте до трёх, до семи лет. Вот что нам говорили о нас, когда мы были очень малы, там совершенно не было никаких фильтров абсолютно. Мы приняли это за абсолютную веру, за абсолютную правду. И теперь мы вот так внутри про себя точно думаем, а, причём даже человек может это не осознавать, что про него такое говорили. Ну вот в терапии я вот, почему, например, есть, ну вот я сама называю, это дегипноз, да. Человек приходит, и вот искренне он уверен про себя, что вот он там такой-сякой нехороший, да. Сегодня, допустим, у меня была женщина, которая считает себя искренне, я не слишком-то умная. Она так и говорит, я не очень умная, я глупая. Я говорю, почему вы так думаете? Вот, а она при этом кандидат наук технических. Технических преподает и будет человек. Но при этом она считает себя не слишком умной. На основании чего? Это все внутренние постановки. Конечно, как оказалось, что она была третьим ребёнком, не слишком желанным у мамы, и родилась немножко с патологией. Ну, как вот там, травма была, да. И вследствие этой травмы, она, ну, как бы, как это, дизлексия у ребёнка была. Но когда у ребёнка бывает родовая травма, у него, как следствие, может быть дизлексия. Дизлексия – это та, когда ребёнок не может учиться, как все дети. То есть, допустим, вот там говорят, S плюс O будет SO. Дизлексикам так не подходит. Им надо как-то по-другому объяснять, да. Вот. Просто у них там нужен индивидуальный подход. Вот на основании этого она думала, что она не слишком умная, потому что ей вот это сложно было. А математика, там, физика – это всё, ух, на раз-два. А внутри, и столько лет, да, она всё это пронесла внутри себя. Да, и вот так человек считает себя неумным. Вот. А до убаюкивания вот этот процесс, он индивидуальный же, да сколько, кому-то понадобится, наверное, 10 сеансов, кому-то понадобится один. То есть люди все разные. Люди все разные. Вот я прошла 4 или 5 раз, ну, 4 точно. Вы сами прошли. Я сама прошла. Я сама прошла. Вот всё, что я применяю в терапии, я сначала пробую на себе. Вот настоящий психиатр. Настоящий профессионал. Если оно работает, то тогда я уже беру, там, обучаюсь, там, иду в мир с этим и так далее. Если оно на мне не сработало, ну, может, на каком-то другом, но на мне нет. Ну, я тогда и с этим не работаю просто. Вот. Но я вообще за то, чтобы люди телесно проживали очень многие моменты. Телесно. Именно телесно. Потому что, когда мы понимаем на уровне тела, это уже топором не вырубишь. Никак. Вот я там с утра, вот с утра, говорю, когда мы встретились, я примеры приводила про езду на велосипеде. Когда человек ездит на велосипеде, его уже невозможно этому разучить. Да, видите? Да. Там его через 10 лет посадили, он уже. Или на коньках кататься, или плавать там в море, да, в океане, ну, в бассейне даже, да. Если человек умеет плавать, разучиться этому очень сложно. Да. И смотрите, у нас есть, ну, это доказанная физиологическая история про то, что у нас есть импульсы, нервные импульсы от мозга к телу. Это доказанное явление. Да, вот, допустим, я могу поднять там руку, сжать там свою кисть, да. Ну, вот, связь есть, да, от мозга к телу. Потому что я решила, хочу поднять руку, например. Точно так же есть связь от тела к мозгу. Есть афферентные импульсы и эфферентные импульсы. От тела к мозгу тоже идут импульсы. И через работу с телом... Почему, например, когда человек начинает заниматься физкультурой, у него улучшается память? Это всегда так. За счёт того, что он приобретает новое движение, любое. Почему наш мозг большой такой? Наш мозг достаточно большой, да. Один из самых больших вот объёмов мозга именно у человека. Ну, там у кого-то дельфина вроде как больше, да. Ну, у кого-то больше, но это не факт. Нам нужен такой большой мозг, потому что у нас многослойное и многогранное движение. Именно тело, телесное движение очень такое. Понимаете? И человеку, чтобы удерживать себя в пространстве, ему надо одновременно же понимать и о себе, и о помещении, и обо всём, обо всём. Представляете, какой у нас многозадачный мозг. Да. И вот мы можем менять импульсы от тела, и тем самым менять наши нейронные связи. Мне это очень нравится. И тогда получается, что вот это вот доубаюкивание, оно в любом случае это всё, это же наш мозг, и оно всё проецирует через наше тело. Абсолютно, да. А вот люди говорят, что вот, ну не люди говорят, господи, кто это говорит? Нет, Адлер или кто? Есть рассказывание. Фрейд, да, о том, что есть сознание, подсознание. Да, сознание, подсознание. И вот если сознание, в принципе, мы понимаем, что это сознание. Но это, скорее всего, работа коры больших полушарий. Да ведь это память, внимание, мышление, интеллект. Это вот высшая нервная деятельность это называется. Да? То что такое подсознание? Ну там вообще это не початок. Вот, то есть, вот, и при этом словесно, вот так, скажем так, физически, да, мне было очень сложно понять, что такое подсознание. Понимаете? И я всегда думала, что подсознание – это наше поведение то или иное. Да? И вот я сейчас для себя так определила, что подсознание – это всё то, что ниже коры больших полушарий. Вот всё, что ниже – это всё подсознание. Вот наше тело, связки, мышцы, работа сердца, желудка там – это всё подсознание. На самом деле так. И вот все наши проявления, всё наше поведение. Это всё подсознание. Это всё. Потому что на уровне сознания мы говорим, так, у меня диабет, я сладкое не ем. Ну. Например. А подсознание говорит, а фиг тебе, будешь ты есть сладкое. Или, допустим, человек говорит, всё, в пятницу я не выпиваю. А нет, девчонки собрались и пошли в пятницу. Ну, например. Или там что ещё? Ну, вот это и есть наши противоречия. Их много, на самом деле, у человека. Или я для себя, например, решаю, что я не хочу… Ну, что, например, я хочу худеть, например, да? Личные проблемы. Например, я хочу худеть. А подсознание для себя решает, не надо тебе худеть, потому что это опасно, например. Ну, допустим, когда ты была худая, например, там, фигура у тебя была как гитара, например, да? То ты, например, подверглась, там, ну, не знаю, нападкам каким-то. Не знаю. Ну, мало ли, да? Там, не знаю, может, я там в подъезд какой-то маньяк хотела затащить, потому что ты была внешне очень красивой. И тогда для подсознания быть худой – это будет очень опасно. И оно начинает… И ты будешь максимально толстеть, чтобы тебя никто в подъезд не мог утащить, потому что ты слишком тяжёленькая. Понимаете? Вот так. Я понимаю, но не понимаю, мне нужно реально уйти вот откатить с вами и начать вот с первого курса учиться вместе с вами, чтобы, наверное, уже к вашему опыту и к вашей практике понять вот это вот. Но я примерно, да. И всё вот это вот подсознание наше, в итоге, наверное, это и есть мы, да? Ну, вообще подсознание – это и есть мы. Вот даже есть такая красивая картинка, может быть, вы видели, что это вот айсберг, да, что снаружи вот эта вот маленькая такая часть, а внутри такая глыба под водой, да? Это вот наше. Это вот это наше всё, наше всё подсознание, и подсознание всегда говорит с нами образами, теми или иными. Допустим, сегодня был человек, который говорит, я сижу в яме. Вот. Кто-то говорит, я на дне там, ну, на дне, да, просто на дне чего-то. Кто-то говорит, что мне обрезали крылья, подрезали крылья. Кто-то говорит, что я там под водой, да, в безвоздушном пространстве, например. Воздуха не хватает. Да, 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 например. Да, а что такое, почему? Или есть или иные телесные симптомы. Телесных симптомов может быть очень много. Начиная от того, что у человека подскакивает давление, например, или, например, болит желудок, или, ну, что угодно, там, высыпание на коже, что угодно. И если, например, мы начинаем эти телесные симптомы разбирать, это тоже всё метафоры подсознания. Подсознание таким образом хочет что-то донести. Эй, 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 так не надо делать. Эй, ты что-то делаешь не то. Как жаль, что у нас осталась всего лишь минута, но после этой беседы я не думаю, что я вас сейчас отпущу. Вот на самом интересном. А-а-а, тогда вот это вот. Это всё наше подсознание. Ну, да, вообще все болячки и всё вот это вот от наших мыслей, ну, чтобы там прям такое было, честно. Спасибо вам большое, что вы пришли. Спасибо вам, что позвали. Ну, это не единственная наша встреча. Мы ещё увидимся обязательно с вами. Да, 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 спасибо. Хотелось бы, конечно, откликать радиослушателей. Может, тут вопросы бы задавали какие-нибудь ещё что-то. Вот на следующей встрече мы обязательно. Ну, я думаю, что вас как героев не запомнят. Да, я надеюсь. Спасибо большое, что были с нами. До следующих встреч. Субтитры подогнал «Симон»